День праведного Иоанна Кронштадтского можно считать международным днём. Память его совершается во всех православных храмах мира. Что уж говорить о тех церквях, в которых кронштадтский пастырь сам лично служил или их освящал. Мест, связанных со святым старцем, много и в Ленинградской области. В городе Сосновый Бор в соборе иконы Божией Матери Неополимая Купина накануне служили праздничную божественную литургию. Местные жители приняли православие ещё в XII-XIII веках. Однако храма на этой территории никогда не было. Первая община русской церкви на территории, занимаемой городом Сосновый Бор, была организована только в 1990 году. Дата регистрации общины органами советской власти совпала с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. С тех самых пор приход живёт дружной и молитвенной жизнью. В День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского собор посетил епископ Гачинский Илушский Митрофан, поздравив настоятеля храма и прихожан с праздником. Всех вас сердечно поздравляю с праздником и желаю, чтобы по молитвам святого праведного Иоанна Кронштадтского Господь вразумлял нас, наставлял нас, глядя в его жизнь, в его труды, подвига, мы могли черпать себе идеал христианской жизни. А благо, к этому есть очень и очень много причин в жизни этого великого святого. Батюшку Иоанна, настоятель храма, протеерей Стефан Витько и прихожане очень чтут. Ведь именно в День памяти этого святого 10 лет назад был освящен малым чином собор. Как раз именно к этому моменту, к этому празднику был готов наш храм для того, чтобы можно было совершить первую литургию. Это очень знаменательно, потому что это ближайший святой к нашей сосновоборской земле. Именно здесь он является, в общем-то, и покровителем нашего города. И соседние храмы он посещал, вот в горе Валдае, в Лебяжи. В Лебяжи, говорят, освящал, даже присутствовал на освящении. Вот поэтому для всего нашего благочения и для сосновобора это наш родной святой. У каждого православного христианина есть свои личные молитвенные отношения со святым праведным Иоанном Кронштадтским. Чему же мы учимся у батюшки Иоанна? Прежде всего, конечно, тому милосердию, которому гладал батюшка, потому что милосердие его бесконечно было в жизни. Умение слышать Бога, умение Его волю исполнять. То, что нам не всегда под силу в нашей жизни, потому что мы теряемся, мы не можем точно сказать сами себе, а что Господь от нас хочет. И иногда даже так вот искушаемся какими-то своими мыслями. Но вот это, конечно, учеба большая. Благо батюшка оставил много после себя трудов своих написанных. Вот с таким духовным настроем приход собора иконы Божьей Матери Неополимая Купина встретил день памяти любимого пастыря. Молитвами святого праведного Иоанна Кронштадтского До спасемся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова